доброго времени суток и всем сибирского здоровья и головной верьте помощь придет обязательно придет всем привет добрались руки до очередной новинки под названием help will come tomorrow который переводится как помощь придет завтра история игры начинается во времена октябрьской революции 17-го года в поезде следующем по транссибирской магистрали который терпит крушение с чей-то помощью конечно в живых осталось 4 пассажира хотя на самом деле в игре персонажей больше и некоторые меняются при каждом новом прохождении игра в начале дает на выбор три уровня сложности пассажир выживший и житель сибири я допустим себя жителем сибири не считаю а для выжившего еще пассажиром надо умудриться выжить в общем для начала выбрал попроще чтобы первое впечатление составить для себя да понять в чем суть игры ну а дальше ну а дальше про игру слушайте что я узнал понял и не забудьте лайк поставить и подписаться ваша задача выжить в этом забытом богом месте хотя какое оно забытое заблудиться в сибирской тайге конечно вы можете что периодически и происходит с персонажами но она не безлюдные по ходу игры вы встретитесь с ее обитателями в общем это выживал к но внешне выглядит как новелла ну а вам для выживания требуется удовлетворять базовой потребности персонажей голод жажда тепло усталость игра своими подсказками дает возможность ознакомиться с механиками игры в самом начале хорошенько узнать характеристики каждого персонажа и это важно дело в том что каждый персонаж как-то доотносится к другим троим кого-то уважает больше кому-то не доверяет а с кем-то подружился изменение в отношениях происходит во время совместной работы и ночных разговоров отношения влияет и на качество работы со временем каждый персонаж начинает проявлять себя с той или иной стороны в общем все как в жизни как и в жизни в игре вам предстоит отстроить свой лагерь очистить площадку от заносов развести костер сделать место для отдыха отградить чистоколом и прочее что необходимо для нормального выживания в диком лесу вы можете строить временные решения можете солидно как говорится на все времена выбирать вам главное чтобы нужных ресурсов нужного качества хватало вот тут как раз и возникает ситуация когда нужно правильно подбирать пары персонажей для выполнения задачи конечно работу может выполнить и один герой но для выполнения работ требуется баллы коих у каждого по три и эти три балла потратится на одну задачу сразу что неблагоразумно ведь в паре каждый тратит по одному а значит одна пара может выполнить несколько работ в течение суток а чтобы пара работала хорошо нужно помнить и про их отношения в общем еще та санта-барбара выполнив основные первые работы открываются другие разведя костер можно начать фильтровать воду готовить пищу сделав сидение люди начинают себя чувствовать комфортно и так далее но на это все нужны ресурсы которые собираются во время расчистки снега в лагере и в зонах вокруг лагеря куда надо отправлять экспедиции в экспедиции по одному не ходят только парами как говорится дом из тамара и ходим парой в других территориях можно найти различные предметы ингредиенты для пищи топлива материалы в общем все что может пригодиться для обустройства лагеря и поддержания жизнедеятельности там же с вами могут случаться различные ситуации можете наткнуться на дикого зверя и вы будете решать то ли поймать его то ли сбежать встречи с ним можете нарваться инери А можете нарваться и на ренегатов. Хорошего от них не ждите, могут и убить. Но спастись все-таки можно. А если вы заблудились, то придется ночевать в лесу. А можете вообще сгинуть бесследно. Но какой бы опасной тайга ни была, игранс периодически заставляет отправляться туда. Во-первых, пополнить ресурсы. Во-вторых, выполнить задания, выполнив которые у группы появятся новые возможности для выживания в лесу. А это очень сложно, учитывая разные характеры и сословия каждого персонажа. Но ночные разговоры дают возможность узнать друг друга получше, спланировать будущие действия на предстоящий день. И это один из важных элементов игры. Во время обсуждения тем можно сплотить героев, а можно вызвать неприязнь к кому-нибудь. Ищите конструктивные темы для разговоров. А если уж персонаж остается один, то одиночество вынуждает его на необдуманные поступки. Одному в лагере сложно. Рано или поздно заканчивается ресурс. Наступает шиза и... Конец может быть печальным. Ну в первый раз он наверняка будет печальным. Однако неудача вызывает желание пройти игру заново. И это хорошо. А вообще, разные уровни сложности, приятная графика, понятная механика, все это делает игру интересной и привлекательной. Да, игра Help Will Come Tomorrow не АА класса, но это не делает ее хуже. А может быть в чем-то даже лучше, ведь системные требования позволяют запускать ее даже на слабых ПК. Свою аудиторию она наверняка найдет, может быть и вы после этого обзора решите поиграть в нее. Выбор всегда за вами. На этом я прощаюсь с вами, спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok